Приспешники Ада Сатана Мои трепещущие подданные, вы знаете, что я какое-то время держал существование моей дочери в секрете Что ж, хватит Пришло время стать свидетелями истинного террора Антихриста Ужаса моего исчадия Безупречного зла, которое будет уничтожать все, что осталось от ваших душ Узрите, жалкие черви Ужасающее лицо тьмы Злодеина Технические неполадки Могу я повесить на холодильник, пожалуйста? Скоро вернусь Моя принцесса чума, и что с тобой случилось? Это не то маленькое исчадие ада, что я вырастил Флаттершай любит тебя Что это за фекалия, которую ты называешь Флаттершай? И что это за разговоры о дружбе и любви и доброте? Дружба — это магия, папочка Звони моей жене Алло, Ким Кардашьян Какого черта ты сотворила с нашей дочерью? Слушай, я знаю, что от ТВ, которую ты ей показывала, она стала вращать головой и обливать октоплазмы Именно это она и должна делать Она же семя зла Поэтому я решил показать ей несколько подходящих для возраста программ Вроде мой маленький пони Заботливые мешки Даша Следопыт Брат Ладно, это не так уж и плохо И паровозик Томас Ты бессердечная шлюха Еще одна такая выходка, и я заберу твоего искусственного мужа Ну и здорово вообще-то Я думаю, тот, который ты мне отдал, уже сломался Потребуется нечто мощное, чтобы вернуть нашу девочку в нормальное состояние Например? О, нечто давно созданное мной Детский фильм настолько пугающий и настолько дефективный Что ни один ребенок не мог посмотреть его, не оставшись без шрамов на всю жизнь Принеси мне Сын Маски Я избавился от него Что? Он был слишком страшный для нее, поэтому я выбросил его в мир людей Девяти из сербера Ты выбросил его в джуской мир? Человечество не готово к чему-то настолько испорченному Господь, помоги тем бедным душам, которые столкнутся с этим кошмаром садизма Не волнуйся Я сунул его туда, где его никто не найдет Что ж, если он был в общей помойке, то его должно быть стоит обозреть Субтитры создавал DimaTorzok Привет, я ностальгирующая критика и я помню то, что вы позабыли Все мы помним комедию середины 90-х Маска Один из первых фильмов, набирающий популярность компьютерными эффектами, где те используют для создания мультяшности, чем для пугания Это был неплохой фильм с персонажем Маска для детей и обычным человеком Кэрри для взрослых И кроме того, он собрал много денег Настолько много, что над сиквелом стали работать целую вечность Об этом говорилось в интервью 10 миллионов долларов на создание Маски 2 На интернет-форумах Nintendo Power даже конкурс устроила Вот это отличный подарочек Подождите несколько лет ради конкурса, о котором вы уже забыли, чтобы принимали в нем участие И попадите туда, где нет Джима Кэрри, нет Кэмеры Диас, даже собака, я полагаю, сдохла к тому времени Но эй, по крайней мере, у нас есть Рэнди из Крика Вот ваша компенсация Сын Маски Если Маска склонялась как к детям, так и к взрослым, то Сын Маски — это однозначно детский фильм Даже рекламу почти не показывали, кроме как в сценах с собакой и ребенком Но это не просто полусраный сиквел без половины сраных актеров оригинала Это совершенно странная, уродливая, маленькая прогулка в чем-то развращенном представлении о семейных развлечениях Печальный опыт подсказывает мне, что вы хотите, чтобы я прошел этот путь до конца Что ж, если я пойду, я прихвачу вас с собой! Запускайте, Сын Маски! Итак, мы начинаем в городке Эдж, где кончился первый фильм Мы влетаем в музей, где на самом деле присутствует единственный актер из прошлого фильма — Бен Стайн И серьезно, оно того стоило? Это как делать «Охотники за привидениями 3», где единственным старым актером будет лампа из сцены 22 Хотя, если честно, игра лампы была бы намного лучше, чем у Стайна Это что за урод? Это Локи, норвежский бог коварства И основным инструментом для проделок Локи была эта маска Пока он говорит о Локе, вот это совпадение Появляется сам Локи, сыгранный Алленом Камингом Который выглядит так же глупо, как Локи из «Мстителей», но не совсем Это подделка! А, это дешевая подделка И сейчас вы увидите проблему этого фильма под номером 1 Что... что вы делаете? Это одна из многих пугающих до усрачки картин Конечно, расчленение Бена Стайна — это обычно плюс Но я бы предпочел в состоянии смотреть дальше, а не выбегать из кинотеатра в пропитанных мочой штанах цвета хаки Итак, настоящая маска проплывает по реке рядом с городом Фридж Который настолько похож на город Эдж, что вы будете спрашивать себя, какого хрена они просто не оставили город Эдж И ее подбирает не пес из первого фильма Да, он выглядит настолько похоже, что дети могут посмотреть трейлер и рассказать Смотрите, даже Джек Рассел Терьер захотел денег больше, чем они были готовы выложить Но, к счастью, не нашли других актеров, которые были готовы взять меньше Вроде Джимми Кеннеди, который, клянусь, установил свою актерскую планку на постоянное гнусавое хныканье Я понимаю, что ты расстроена, помедли, не могу бежать и извиняться одновременно Могу задать тебе вопрос, посмотри на эти вещи, я не могу пойти в этом Даже когда он говорит нормально, звучит, как будто он хнычит Милая, иди сюда, потому что они говорят, что твой папочка сделает сегодня Кроме того, он попадает в эту распространенную категорию плохо прописанных персонажей, слишком эмоциональных, невыросших мужиков, которые никого не слушают, им на все плевать, и которые каким-то образом заполучают все принимающую ласковую гарантированно горячую цыпочку Почему он просто не взглянет на то, что происходит в его голове, когда кто-то произносит слово «ребенок»? Это мальчик и девочка Двое? Оставите здесь, вот постер для вашего фильма, он заставит детишек на него прийти Сын Маски Семейный фильм Я не говорю, что не хочу ребенка, я просто говорю, что не хочу ребенка прямо сейчас Итак, пока Джейми не хочет тратить все свое время на ребенка, потому что он явно тратит его на свою собаку Серьезно, даже у Громи-то не было столько собачьего дерьма в его комнате Мы впервые видим... Что за хрень? ЛООООК ЧИИИИИИИИsed Ребью Симвинкль На самом деле, это Боб Хоскинс в роли Одина Наверное, счастлив тому, что вышел уже на пенсию, когда этот фильм появился Эта маска вызвала достаточно зла и преступлений среди смертных Ты этот бардак развёл, тебя с ним и разбираться. Артур, король бритов, твои рыцари круглого стола должны ставить перед собой задачу быть всем примером в эти тёмные времена. Хорошая идея, Господь. Конечно, это хорошая идея. Итак, Джейми работает на студии анимации, где будет проводиться вечеринка в честь Хэллоуина. Видя, что его костюм полностью уничтожен, он хватает маску, найденную его собакой, и я позволю вам сделать единственное здравомыслящее мучительное предположение о том, что случится. О мой бог! Они словно смешали ДНК весёлого зелёного гиганта и Конана О'Брайена. И таким образом он мучительно зажигает вечеринку. Итак, одно дело, если бы он засунул свой сифилитичный член только в один музыкальный стиль. Но этот мудак решил погубить не один, не два, не три, не четыре, а пять различных музыкальных стилей. И каждый хуже предыдущего. Ладно, ты можешь говорить всё это, отойдя на пять шагов от широкоугольного объектива. Потому что я правда не могу насладиться хореографией, когда твоё лицо настолько близко к камере. О да, разве вы не видите всех танцующих позади меня? Разве они не классные? Боже, это выглядит словно инопланетный конь пытается поцеловать меня. По крайней мере, в первой маске знали, что лицо Джима Керри должно быть жутким даже на расстоянии. Им не нужно было пихать его в камеру каждый раз, чтобы это понять. Боже, оно всё ещё идёт. Я клянусь, кажется, что это действие продолжается в сраную вечность. И оно становится всё хуже и хуже. Алло, это Ванила Айс. Спаси этот фильм! Итак, Арчи-мутант-ниндзя возвращается домой, прыгает в постель к жене и устраивает... Как выразил бы кубиниц Пит. И оказывается, что на следующий день босс студии, сыгранной Стивеном Райтом... Да, я не могу дождаться, чтобы увидеть, сколько энтузиазма он привнёс в эту роль. Говорит, что хочет сделать мультсериал, основанный на его персонажа. В этом есть потенциал. Не буду тебе льстить, но этот персонаж вполне может стать героем сериала. Правда, мы не будем делать дерьмовое продолжение первого. Я думаю, с этим можно что-то сделать. Именно такую искру я искал. Да, я говорю о мультсериале, в котором Роб Полсон играл почти всех персонажей, который сосредоточился на фарсе, который должен был быть смешным, но, по большей части, был нелепым. Недолго проживший мультсериал. Но у его жены имеется большая новость. Мне кажется, я... Беременна. Да! И если вы думаете, что зародыш Беллы чудил, то гляньте на эту срань. И половина ее внутрисень должна быть стерты в порошок. Но давайте не будем портить эту потенциальную несмешную шутку. Это мальчик! Но большой день настает, и Джейми говорит привет своей счастливой маленькой случайности. Я твой папа! ЛООООКИ! А Один что, живет в удивительно ужасных переходах? ЛООООКИ! Итак, Один овладевает телом другого человека и говорит Локе, что от маски родился ребенок. Найди ребёнка, и ты найдёшь маску. Хорошо. Это моя музыка. Мой фильм. Нашли. Флаттерша, милее всех. Как оригинально. Нет, очевидно, это Рейнбоу Дэш. Пошли отсюда! Где ты находишь этих людей? Это твой отец? Передай ему, что я виню его в твермовой омерзительности третьего сезона. Пап, сер, винит тебя в том, что третий... Куда мы идём? Пойдём, я хочу показать тебе худшее зло, чем Хасбро. Итак, давайте попробуем заново. Перенесёмся к сцене, где Локи пытается найти ребёнка, замаскировавшись... Ладно, 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 мы пройдём через это. Жуткая, чёрт возьми, пугающая, адская придумка. В смысле, народ, серьёзно? Это привлекательный образ для детей? Это словно статуя свободы чихнула на пчелу из Ханинат Чириос. Итак, пока Джейми читает книгу, которую сценарист явно не читал, и мы обнаруживаем, что это не просто ребёнку заботиться о ребёнке. Разве это не мило? Он чуть не покормил его разбитым стеклом. Обычная повседневная ошибка вашего повседневного привлекательного героя. А ещё лучше, когда жена уезжает на работу из города на неделю, невероятно привлекательная возможность для него взять на себя ответственность за своего ребёнка. Хорошо. Позвольте мне подробно объяснить вам, почему эта сцена не смешная. Видите? Так, серьёзно, что с образами в этом фильме? Это пипец, как страшно! Я забыл, это шестой или седьмой уровень ада? Я не читал Данте, но я знаю, что там такое есть. Он не мог забыть про что-то настолько ужасающее, как это. Давай, скажи, папа. Мать. О, и раз уж мы затронули тему пугания людей до устрачки, могли бы вы задаваться вопросом, почему ребёнок настолько увлечённо пугать своего отца, которого широкоугольный объектив ещё омерзительно растянуть уже не может? Что ж, это потому, что он не находится в психлечебнице. Почему? Я не знаю. Я понятия, блин, не имею. Это объясняет так же, как и почему пёс хочет убить ребёнка. А, я забыл об этом упомянуть. Пёс надевает маску, которая начинает выглядеть как больной раком рисунок Эр Крамба, и пытается убить ребёнка. К их чести, они немного это объясняют, показывая, что он снова хочет быть центром внимания, но да, это тоже возникает на пустом месте. Ничего не работает. Если пёс смотрит на ребёнка, то это должно означать, что он ему не нравится, что ли? Это вы пытаетесь донести? И как мы должны об этом догадаться? И всё остальное выглядит настолько поверхностно, что единственную вещь, которую они смогли донести, это кошмары вам на сегодняшнюю ночь. Да, в фильме, который не знает значение слова «утончённый», понятно объяснить эти две вещи вы не сможете. Пёс хочет избавиться от ребёнка? Как? Двухсекундный мультик, который действительно выглядит гораздо реалистичнее, чем эффекты, выбрасываемые на нас. О, я не шучу. Сцена, где пёс пытается избавиться от ребёнка, а ребёнок так ловко его перехитряет, имеет самую худшую анимацию, что я видел. То есть хуже, чем в «Гениальных младенцах». Я знаю, что не смогу взять мои слова обратно, но я настаиваю на них. Это выглядит хуже, чем «Гениальные младенцы». Монти Паттонские мультики выглядели более трёхмерными. И бог знает, как им удалось выглядеть хуже голых британцев. И снова, сцены жуткие. Настолько они, блин, жуткие. Почти каждую секунду фильм пытается выскочить и убить вас. Взгляните на лицо малыша. Кажется, что с голому сорвали лицо и проанимировали. Ну, кстати говоря, вот вам ещё забавная сцена. Вместо того, чтобы растянуть глаз, как в любом нормальном мультфильме, давайте просто заставим их выскочить, оставив на месте два чёрных отверстия, в которых должны быть самые выразительные части лица. Повесьте это изображение над кроваткой вашего ребёнка перед сном. Семейный фильм. Это страшно. Это правда страшно. То есть, может ли фильм вылит на нас ещё более устрашающие образы? Вы любите диетический шоколад? Да, мне жаль, я не хотел звонить, но просто ты единственный подходящий хороший человек, способный разобраться с этим, и... Я думаю, мой диск одержим. Нет, критик, есть куча плохих фильмов, но я уверяю тебя, это ещё не значит, что они одержимы. Но он называется Сын Маски, и я просто не... Сын Маски? Алло? Алло? Никто не знает? Он в безопасности? Дед Христос, что ты делаешь? Протяни руку, критик. Он совсем холодный. Похоже, нет. Это единственный диск, выкованный в адском огне, ныне выпущенный в мир. Должно произойти одно из двух. Либо ты вернёшь его владельцу, либо ты досмотришь его. Целиком. Почему бы тебе не забрать его? Я правда хочу, чтобы забрал его. Пожалуйста, забери его. Я отдам его тебе. Возьми его из моих рук. Он придёт с него столько страданий, и слов не хватит. Не искушай меня, критик! Пойми, критик. И если ты отдашь мне этот диск, через меня оно бы овладело силой столь великой, что страшно представить. Ого! Потому что это такое зло, что может полностью поглотить тебя? Нет, просто будет реально весело, беспорядочно им пользоваться. Теперь у тебя есть тёмная сторона. Критик, ты должен досмотреть этот диск. Я хочу, чтобы этот кусок дерьма никогда не появлялся у меня. Так думают все, кому выпадает такой жребий. Но не нам решать. Тебе предназначался этот диск, и поэтому ты должен страдать. Именно тебе предстоит пройти через такую невероятную психологическую боль, с которой никакая сила на Земле не сравнится. И в этом мне видится проблеск надежды. Нет! Здесь нет проблеска надежды! На самом деле, этот проблеск надежды блестит вообще не так, как любой другой проблеск надежды. Что ж, это всё, что у меня есть. Вот тебе, гремлины. Спасибо! Спасибо огромное! Дай мне знать, если захочешь снова поцитировать полосилин колец. Для чего он вообще был здесь? Итак, Джейми стремится к переменам. На самом деле, пытается быть хорошим отцом, для начала меняя ребёнку под гузник. Зачем ты заставляешь меня думать о ребёнке с тремя пенисами? Какой извращённый дегенерат это сделал? Семейный фильм! Итак, Локи наконец-то находит малыша и пытается заставить его сказать, где находится маска. Готовь почувствовать мою настоящую силу! Ещё раз, вы действительно должны восхищаться его чувством стиля. Должно быть, это дань уважения Кис, выступающим на дне Святого Патрика. Но всё в порядке, потому что малыш теперь любит своего папу. Да, блин, это тоже возникло на пустом месте без каких-либо грибучих объяснений. И Одина владевает телом Джейми и говорит Локи, что сыт по горло. Я лишаю тебя божественной силы и изгоняю на грешную землю к смертным... Так что теперь он смертен, но что-то не сходится, потому что ребёнок творит с ним все эти вещи, а он каким-то образом выживает. Но ещё меньше смысла в лишении Локи его сил, делая то, что буквально спустя две сцены, он убеждает Одина вернуть их обратно. Да, двумя сценами спустя, это несколько минут. А это значит, что не было причин возвращать ему силы, кроме той, чтобы растянуть этот фильм. Потому что... Да, это то, что мне нужно, чтобы этот изращенно долбанутый фильм длился дольше. Давайте отправим это ещё большими порциями жуткой сране. Это ты? Нет, это ты, идиот. Угадай, кто? Господи, это даже хуже ребёнка Шварценеггера из Джуниора. Вы можете представить этих двоих вместе? Не показывайте этих двоих вместе! Сердечный приступ. Примите лекарства. Итак, Локи забирает малыша и говорит, что если Маску не вернут в ближайшее время, он похитит его. Это приводит к восхитительному моменту, когда Джейми думает, что его жена вернулась домой в обличье Локи и выбивает любящего Иисуса из неё. Семейный фильм! Итак, они находят Маску и уже готовы обменяться. Но разве вы не поняли? За неполные три минуты крана времени Локи осознал, что теперь он любит малыша и хочет забрать его навсегда. Мы с Олли совсем привязались. Но всегда популярный удар по паровежности выбивает Маску из рук обратно на Джейми. Дорогая, кажется, время проучить этого болвана. Итак, они запрыгивают в Чарли Шинмобиль и, буду честен, эта тачка охренительная. И едут на финальную битву. А вот и он, народ! Опустите ваш широкоугольный объектив ниже! Он у вас не выключается с первого кадра! И сказал Локи, да будет кирпичная стена! И вот она! И почему они не сделали игрушку из этого? Это такой очаровательный восхитительный образ! Я уверен, детишки бы толпой! Не показывай это снова! И так они решили, что силы их равны и что лучшим способом всё выяснить будет позволить малышу самому решить, к кому идти. Выбери меня! Выбери меня! Я твой настоящий папа! Пойдём, маленький дьявол! Поиграем! Я всего лишь мама, так что мне нельзя ничего говорить. Я не буду на это смотреть, мне не будет больно! Если я не буду на это смотреть, мне не будет больно! Я люблю тебя! И уста компьютерной графики выбирают своего отца. И снова я полагаю, мамино мнение тут ни на что бы не влияло. И мы даже видим связь с семьей Локи и Одина. Я не знаю, как обстоят дела в мире богов, но ты его отец! Он твой сын! И если ты изгонишь его, он всё равно будет твоим сыном! Пойдём, сын! Пойдём домой! Хорошо? Хорошо! Счастливо! Вот дела, если бы только Джейми Кеннеди был в «Мстителях», я уверен, с Локи бы обошлись куда лучше, если бы он был рядом. Во вселенной нет ничего важнее, чем отношения с семьёй. И почему бы не справить всё прямо сейчас? Джейми Кеннеди! Психиатр норвежских богов. И теперь вроде бы всё отлично. Чёрт, у Джейми даже есть новая идея для телешоу! Собака и пёс, рожающийся в внимании отца? Обожаю. Как ты до этого додумался? Идея просто пришла ко мне. Да, действительно, кажется, это огромный телехит, не правда ли? Я не оценил другую тупую идею о японских детях, собирающих карманных монстров, чтобы победить зло, но это... это действительно потрясающе! Конец! Слава богу, это конец! Вы помните клетку, снятую Торсэмом? Плохо сделанный фильм про путешествие по сознанию серийного убийцы. Что ж, с Торсэмом мы ошиблись. Это плохо сделанный фильм про путешествие по сознанию серийного убийцы! Про участие в серийном убийце просто забыли упомянуть! Мало того, что у фильма отвратительный сценарий, никакущие актеры, он напомнил ложевыми эффектами и использовал слишком много чертова широкоугольного объектива, так он еще и страшный! Страшный, 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 страшный! Я чувствую себя грязным! Я могу уничтожить этот фильм, но мне никогда не избавиться от сцен, засевших здесь! Они будут преследовать меня вечно! Никто не должен пытаться увидеть этот пугающий ужас этого фильма! И не будут, пока мне есть что сказать о нем! Из сердца ада вон! Я выкидываю тебя к херам! О мой бог! Он запустился снова! Он будет идти снова и снова и снова! О мой бог! Кто-нибудь может это остановить? Кто-нибудь может это остановить? Отойди, критик! Дед Христос! Я разберусь! Ты не пойдешь! Я служитель тайного Оскара! Хранитель пальцев Господа нашего! Компьютерная графика не поможет тебе? Фильм с куки! Возвращайся в монтажную! Ты не пойдешь! Сколько раз ты так делал? Один раз. Включай этот. Вот, держи. Игры престолов. Да, очередной типичный посмотревший. Ди-бой! Дед Христос, как жизнь, дружище? О, весьма неплохо. А как у тебя? О, неплохо. Просто беру фильм для своей дочурки. Привет, маленькая злодеина. Здрасте. Что, все еще пытаешься захватить мир с помощью Твиттера? Своего маленького изобретения? Скажи мне, что он не делает людей тупее. Скажи мне, что он не облегчает их завоевание. Что ж, вроде бы все в порядке. Передавайте меня привет своей благоверной. Зачем? Я никогда так не сделаю. Какой характер. Держи. Он такой богохульник. Пойдем, милая. Пожалуйста. Пожалуйста, убейте меня. Это единственная разумная вещь, которую ты можешь сделать после того, как показал мне эти ужасные сцены. Пожалуйста, смерть это мой единственный выход. Что думаешь, детка? Убить ли мне его? Нет. Я думаю, оставить его в живых будет более жестоко. Это моя девочка. Папочка тобой гордится. Раньше не старались лучше. Не щадите, хоть и хорошо. Я ностальгирующий критик. И я помню... Потому что у меня нет выбора! У меня нет выбора! Узрите мои жалкие паразиты! Истинную силу тьмы! Это моя девочка! Озвучка от Торча! Нажимайте на все кнопки, которые видите на своем экране. Быстрее! Скажи, папа! Мать!